Это Бритни, битч. Приедет Перис Хилтон? А кто такая Перис Хилтон? А кто такая Перис Хилтон? Ты что, не знаешь? Это Перис Хилтон. Чёс, привет. Привет. Дети, не нас! Почему? Почему, ребята? Всё это гламурная эпоха нулевых. И если ностальгия по 2017 году сейчас выражается только в YouTube-шорте, то ностальгия по 2007 году гораздо глобальнее. Это отражается в пересъёме фильмов, в адаптации музыки под биты золотых лет. И снова на сцене появляются игроки прямиком из начала нулевых. Казалось бы, золотое время, роскошная жизнь, тусовки и жизнь одним днём. Что вообще может быть лучше? Но не всё так радужно. Рядом с роскошной жизнью одних стояла бедность других. Люди чётко делились по социальному признаку, а на девушек оказывалось социальное давление. Так почему эстетика гламура сейчас возвращается? Ведь для многих такая вычурность и образ глупых блондинок, которых, кстати, сейчас называют бимбо, хоть уже и достаточно реже, считается абсолютным коринжом. Справедливости раза стоит отметить, что в ту же эру было тоже разделение на своеобразных нормисов и альтушек. Только с одной стороны была гламурная роскошь, а с другой стороны представители альта тех времён, то есть Эмма. В те времена были абсолютно легендарные срачи, и где-то между делом ещё болтались в эпохе своего зарождения будущие анимешники. Ну как будущие, тогдашние, нынешние, настоящие. В общем, сегодня мы говорим про нулевые. Про ключевые фигуры того времени и про гламурную эстетику. А ещё я расскажу вам про тёмную сторону этого кора. На самом деле, быть гламурной красоткой не так уж и круто. Почему? Смотрите до конца. Меня зовут Абмелиса, и мы готовы к этому разговору. Ах да, лайк, подписка. В нулевые каждая гламурная красотка стремилась показать себя с лучшей стороны. Длинный блонд, каблуки, яркие цвета и много-много стразиков. Это были главные атрибуты модниц того времени. Все стремились выставлять свою роскошь и богатство на показ. Кстати, иконой роскоши того времени, такая самая важная персона вообще всей эпохи, была Пэрис Хилтон. И, кстати говоря, я тоже по ней фанатела и ещё как. Если описывать девушек той эры, эры гламура, то они были очень громкими, очень яркими, они вызывающе одевались и носили с собой всевозможные классные атрибуты. Например, стразовые телефоны, тогда ещё не было смартфонов, и многие покупали животных. Но не потому, что они очень сильно любили животных, а потому, что это было модно. Да. Тогда же, в общем-то, и зародилась так называемая мода на определённые породы, ну, в те времена собак. Когда мы говорим о девушек из нулевых, мы сразу представляем блондинку в розу, с маленькой собачкой и с телефоном в руках, которая в окружении подружек куда-то идёт. Её любимая тема для разговоров, это, конечно же, сплетни. А любимое место в городе, это ночной клуб. Кстати говоря, ночные клубы были очень популярным местом. Вся медиа и поп-культура транслировала простой и понятный на тот момент образ. Ты успешен, если ты тусуешься в успешных местах. А мехой успешности был пафосный клуб, у которого, конечно же, был фейс-контроль и дресс-код. Золотая молодёжь, тогда их, правда, называли мажоры. Кстати говоря, я не знаю, этот термин ещё актуален, или вообще так больше никто не говорит. Я его сто лет уже не слышала, но, может быть, используется. В общем, так или иначе, золотая молодёжь или мажоры обожала проводить время в клубах. Там тусовались все. Люди тусовались в клубах, слушали музыку, понятное дело, развлекали себя всевозможными напитками. И, что самое прикольное, вместе с этой эстетикой, которая снова начинает быть на хайпе, также и хайпит музыка того времени. Одна из самых легендарных, в общем, мне кажется, просто песен вот этой вот эпохи гламурной Москвы, эпохи отечественного гламура, это Москва на Эвасли. И она реально вирусится. Причём вируситься началась совсем недавно. Туда же идёт легендарная песня Тимати в клубе, которая тоже звучала на всех ночных тусовках. Ну, а для тех, кто был ещё маловато или недостаточно богат, чтобы проходить во все эти мега пафосные клубы, были рингтоны на, хотел сказать, смартфон, но тогда ещё их не было, на телефоны. Поэтому все школьники слушали, когда мы в клубе чипсы тусуют. Никто не понимал, что такое чиксы, и дети в основном думали, что песня про чипсы. Вот. Не, ну те, кто помнят, понимали, что песня, в общем-то, не про чипсы, но это уже другая история. Я была вынуждена остановить это видео, потому что я поняла, что когда я села его снимать, я сделала макияж, но я не сделала контринг. Поэтому сейчас мы с вами вместе будем делать контринг, и будем его делать при помощи вот таких вот продуктов из новой коллекции Ромкор от Бьюти Бомб, где я амбассадора, кстати, говорила. Начну делать контринг при помощи вот такого вот бронзера Муси Фуси. Мягкая, нежная текстура, хорошо распределяется по коже и оставляет лёгкий влажный финиш. С этим бронзером можно сделать макияж с эффектом загара в любой сезон. Мне очень нравится то, что этот бронзер можно очень классно наслаивать, и то, что эффект получается максимально естественный, если не борщить. Такая лёгкая полутень. По-моему, выглядит очень красиво. Что я делаю? Наношу муссовый бронзер для влажного финиша, а сверху закрепляю бронзером в пудровой текстуре, чтобы создать эффект загара с бархатным финишем на лице. Возвращаемся к видео. Глобальной мечтой всей гламурной тусовки и тех, кто хотел попасть туда, было попасть в тот самый клуб, потому что абсолютно всё вокруг со всех сторон долбило о том, что клуб это показатель успешности. И, казалось бы, ну, судя по моему рассказу, честно, ничего интересного. И что такого в той эпохе? Ну да, тусовались в клубе, ну да, музыку какую-то слушали, а что, в общем-то, изменилось? Ну, только тренды на лайфстайл несколько повернулись. Но, в целом, как будто ничего интересного. Мы чуть позже погрузимся в глубину этой эстетики. Но, спойлер, всё на самом деле можно свести к одному. К слову, деньги. Тогда с этим было всё несколько иначе. Ввиду того, что не было доступно такое огромное количество привилегий, которые есть у нас с вами сейчас, было гораздо сложнее. Например, красиво одеваться, потому что в масс-маркете это реально было целым челленджем. У тебя должен был быть суперкрутой врождённый вкус, потому что блогера и интернета как такового в том виде, который он есть сейчас, тогда не было. Нельзя было просто рандомно взять и где-то научиться быть таким же стильным, модным, классным, ещё и бюджетно одеваться. Не было никакой доступности, поэтому разделение на богатых и не очень богатых, оно проявлялось во всём. И те, кто хотели быть причислены к группе лиц, которая называлась «Золотая молодежь» и вот эти вот самые мажоры, они очень сильно любили выделяться как раз-таки посредством своего внешнего вида. Покупанием брендовой и дорогой одежды, специфичных машин определенных тоже брендов, потому что как бы такси не было. И никто, в общем-то, не думал о том, что «Окей, я буду кататься на такси или я буду кататься на метро, потому что пробки». Тогда такой речи не было. Ты или был на машине, значит, ты был крутой, богатый, классный, мажорный, или, ну, у тебя не было машины, а значит, ты... С одной стороны, время-то, конечно, интересно, с другой стороны, как будто бы, ну, если рассматривать его концептуально, там так себе было. Те же самые такси, они реально не были распространены, и никаких приложений по доставке не было. Смартфонов тоже не было. Ну, и транспорт, он, правда, был не настолько хорош, как сейчас. И поездку даже за границу, она не воспринималась, как что-то нормальное. Поэтому разница между обеспеченным и не очень, она прям сильно бросалась в глаза. Если вот сейчас, например, ты заходишь в какой-нибудь другой ресторан, реально непонятно, кто богатый, кто не очень богатый, то тогда люди с деньгами понимали, что они выделяются, и они делали все, чтобы показать свое финансовое превосходство. Ну, как выглядела эта эстетика раньше, мы поняли. А что сейчас? Самые близкие тренды гламура нулевых, это Ю-Токи и Бимбо Геллс. Их также называют Pretty Bimbo, или есть еще актуальная ныне разновидность, Slavik Bimbo, тот самый Slavik Kor. Во всю эту эстетику идет розовый цвет, мини-юбки, костюмы Juicy Couture и показная женственность. То, как можно описать эстетику Bimbo. Кстати, фан-факт, если вы думали, что слово Bimbo придумали относительно недавно, то нет, оно еще появилось в те годы. Еще в нулевые, так называли, светских львиц. Правда, со значением этого слова не все так однозначно, но мы к этому еще вернемся. Ю-Токи же, на первый взгляд, вообще больше эстетика про джинсы на низкой талии и про гоночные куртки, и вообще про стритстайл в целом. Но на деле это все еще и про мини-юбки, и про стразы, и куча украшений. И вообще это похоже на Bimbo Кор. Короче, две эти популярные эстетики – это отсылка к гламурным нулевым. Просто немножко в разных образах. Почему вообще эстетика гламура сейчас становится актуальна, когда как бы в тренде это clean girl, old money, и вообще все, что связано с тихой роскошью? Потому что эта история с гламуром, она абсолютно не про тихую роскошь, а про очень даже кричащую. Одна из причин довольно простая – новые поколения романтизируют вот эти вот фото и видео, которые резко начинают выроситься. Ну, а те, кто уже постарше, тоже ностальгируют, даже если им тогда было лет 7. И они вообще молчего застали в те времена. Ну, и, естественно, люди, для которых это была их молодость. Конечно, в таком случае ностальгия имеет под собой все виски аргументы. Что-то из нулевых, а нам навевать не надо. Нам надо прямо пидарахнуть нулевыми. Эстетика нулевых, и нарезки с фильмом того времени вирусятся в соцсетях, и очень много заходят. И, естественно, нельзя забывать о тех, кто сам жил в то время. Юность многих как раз проходила в моменты, когда были актуальны скандалы с Бритми Спирс, когда была максимально популярна Пэрис Хилтон, и кто такая Ким Кардашьян, девушка, которая все время ходила рядом с Пэрис, еще толком никто ее не знал. Поэтому тут уже виной всему ностальгия по этому золотому времени. Дисклеймер. У меня этой ностальгии нет. Хотя, на самом деле, в те годы я реально хотела бы быть больше причастна к этой гламурной тусовке. Но я была совсем еще малыш, поэтому это было физически абсолютно никак невозможно. Ну и плюс, не было у меня лично таких денег, чтобы я могла и делать все, что я хотела в свои 12 лет или в 11. Господи, я вообще деть не буду. Хоть и был период моей жизни уже впоследствии, когда я дорвалась таки до гламурной жизни, но ничего такого, о чем я бы хотела вспоминать со слезами, даже близко нет. И с тех времен я больше ностальгирую по ролкам по Наруто. Вот это было классно. После школы, чтобы тебе никто не дал, заходишь на форумы тех времен, в те ролки, и сидишь там, отыгрываешь в звездочках все ваши шинобесражения. Ну и фанфики были, конечно, отборные тогда, но это совсем другая история. Вот поэтому ностальгирую. По остальному не очень. Ладно, вернемся к гламурной стороне вопроса. Когда мы говорим про эстетики, всегда должна быть альтернатива. Даже в эру гламурных нулевых были Эмма. Ну и где-то там еще анимешники. То есть была кричащая роскошь и вообще не роскошь, а что-то очень странное, потому что никто серьезно не относился ни к Эмма, ни уж тем более к анимешникам. То вообще что-то непонятное было. Ну и, собственно, возвращаясь к вопросу, почему вот эта вот вся яркая история сейчас возвращается и становится актуальной на фоне минимализма, как раз таки потому, что людям нужна яркая альтернатива. Где-то красиво, шумно, роскошно, где-то тихо. И тоже роскошно, но по-другому. Отчасти людям начинает снова хотеться быть яркими и самовыражаться. Показывать, как они проживают свою молодость на полную. И стиль гламурных красоток, он идеально для этого подходит. Ну и также один из факторов фотофонового ощущения небезопасности. Но так как люди не могут быть в постоянном напряжении, то появляется желание в какой-то момент побыть инфантильным или притро-но-женственно-красивым. И именно поэтому люди начинают оглядываться в то время, когда все это казалось действительно таким ярким, красочным и безопасным. Потому что тогда это было нормально. Плюс не так давно вышедший фильм Барби. Он еще больше пробудил интерес к этой эстетике. Потому что на самом деле этот фильм не просто раз, бац, и вышел, и все заинтересовались, а он задал направление на эстетику той моды. Ну, например, если вы обратили внимание, модный дом Валентина, это тяжелый люкс уже считается, он в момент выхода фильма Барби начинает снова форсить так называемые стриптуфли или же копыта. Это терминология для такой вот обуви, которая была актуальна в те годы. Пока не скажу, что это очень сильно прижилось. Да и в целом, гуляя по Москве, я реально не вижу девушек на высоких каблуках. Но в эстетику вот этих вот гламурных нулевых ходили в такой обуви все. Даже я ходила в школу, будучи ребенком, в такой обуви, и это было нормально. Было только два лагеря. Те, кто носят вот эти вот стриптуфли, и те, кто носят уги. Сейчас уги тоже, кстати, начинают носить в основном в Азии. Когда я недавно была в Корее и в Японии, там прям реально новый тренд на уги. Поэтому, возможно, при помощи модных домов, учитывая, как они пытаются снова впихнуть вот эту вот всю эстетику, возможно, и у какой-то получится снова обрести вторую жизнь. Но я не уверена, что я бы этого хотела. Мнение про такой обуви. Да, нет. Вернемся в нулевые и обсудим главных икон того периода. И одна из них, чуть ли не самая главная, самая яркая, это Перис Хилтон. Приедет Перис Хилтон? А кто такая Перис Хилтон? Как кто такая Перис Хилтон? Уже в свои 18 лет Перис стал частой гостьей клубов. Пресса постоянно опубликовала кадры с ее веселых ночей на вечеринках. И, кстати говоря, именно это привело к скандалам в ее семье. Примерно в то же самое время начинается ее модельная карьера. Перис можно постоянно увидеть во всевозможных коллаборациях, с кем их только не было. И с Гесс, с Луи Виттоном. И это только то, что я помню. А их было очень много. Она была везде. И в чем самый прикол Перис Хилтон? Тогда еще не было понятия инфлюенсера, интернет толком не было. Она не была кем-то конкретным. Она была все и по чуть-чуть. Из-за того, что она была все и по чуть-чуть, было очень интересно за ней наблюдать, что она еще выкатит. Можно сказать, что Перис Хилтон была родом начальником концепта блогеров будущих до того, как вообще блогеры появились. Сильно сдолго до появления любой социальной сети. Возможно, YouTube там уже что-то начинался, но интернет был на таком уровне, что вот ролки по Наруто это максимум. Перис Хилтон появлялась постоянно на обложках глянца. И ее яркий образ, он просто вдохновлял всех хотеть выглядеть и жить так же. Тогда же она начинает сниматься в кино. И фильм с Перис Хилтон, который назывался «Блондинка в шоколаде», хоть и был просто очень сильно засран всеми критиками, как и 15 лет, так и 45, тем не менее, очень сильно хайпил. И вот этот вот образ показан роскоши, свободного образа жизни, что ты делаешь, все, что ты делаешь просто потому, что ты богатая и красивая, этот образ стал культовым. Кстати говоря, тоже такой прикольный момент. В российском дубляже Перис озвучивала Ксения Собчак, которая в то время тоже выглядела достаточно похоже. И некоторые даже называли ее русской Перис Хилтон. И именно образ «Блондинки в шоколаде» становится ключевым для девушек того времени. Хочу рассказать вам историю. Знаете, вот бывают иногда такие ситуации, которые вроде как ничего из себя не представляют, но по какой-то непонятной причине оказывают огромное влияние на становление твоей личности. Возможно, у вас тоже есть такие истории, но одна из моих, она, с одной стороны, достаточно грустная, а с другой стороны, наверное, она привела меня в правильную точку. В общем, рассказываю. В детстве у меня не было друзей, потому что я постоянно меняла города проживания, школы и вот это вот все. Я об этом рассказывала подробно в моем большом грустном видео, поэтому не хочу этого касаться. И, в общем, в очередной мой день рождения я грустно грущу. Никого, кроме бабушки, у меня нету. Бабушка утром приготовила мне какой-то пирог, а вроде, знаете, вот эта атмосфера, когда тебе как-то и грустно, а вроде и постарались, но все равно уныло, потому что отцу пофиг. Мама где-то работает, возможно, даже не в стране была. И вот ты сидишь просто, нет друзей, никого нету. Единственное из развлечений, что у тебя имеется, это репетитор или форма по Наруто. Потому что, опять-таки, из-за того, что я постоянно меняла школы, я не привязывалась к другим детям. Я старалась с ними максимально сократить коммуникацию, потому что это просто... Ну, была болезненная бы история, ибо когда ты меняешь школу чуть ли не каждые полгода, отстой идея с кем-то вообще идти на сближение. И вот сижу я, ем этот грустный торт, где-то там на фоне радио, и по радио в какой-то момент ведущий говорит, что Ого, сегодня там Пэрис Хилтон, день рождения. И я такая... А я дико по ней фанатела, она была для меня прям вот каким-то сверхчеловеком, вдохновляла мне не столько ее внешность, сколько то, что она реально делает то, что она хочет. Песню хочу записать, запишу песню. Тусоваться хочу, тусоваться пойду. Не знаю, какую-нибудь хрень отчудить-отчудить от чужу. И меня это так вдохновило, когда я услышала, что Пэрис Хилтон, буквально тот человек, который меня вдохновлял, рождается в один день со мной, правда, на 10 лет постарше. Я просто сидела, и, честно вам скажу, вся моя личность построена на факте того, что я родилась в один день с Пэрис Хилтон. Не знаю, почему, но вот это меня очень сильно вдохновило. Так что да, иногда в нашей жизни получаются какие-то глупые маленькие мелочи, но эти глупые маленькие мелочи оказывают на нас свое влияние, поэтому, если влияние положительное, то пусть оказывают. Вот ребенок порадовался, ребенок вырос. Хочу это, делаю это, хочу то, делаю то. Поэтому, если ты что-то там сидишь и думаешь, что ты хочешь сделать, делай. Точно тебе говорю, это нормально. Ладно, давайте вернемся к Пэрис Хилтону. На нее тогда лилось очень много хейта, но она всегда меня лично вдохновляла тем, что делает все, как она хочет. И плевать она хотела, как мне тогда казалось, вообще на все. И, знаете, вот этот вот момент, когда я узнаю, что мы рождаемся в один день, был реально для меня спасением. Дети, они такие, вот серьезно. Это одно из немногих очень ярких воспоминаний тех лет, которые вдохновило меня делать то, что я хочу, работать так, как я хочу. В общем-то, даже несмотря на то, что если это кому-то может не понравиться. На самом деле, к Пэрис Хилтону мы еще вернемся, потому что там есть что обсудить. Но давайте перейдем к вопросу проблематики этой эстетики. На первый взгляд все кажется классным. Деньги, красота, ну а что еще нужно для хорошей жизни? Ну давайте копнем глубже. В нулевые девушки стремились быть гламурными кисами и одевались определенным образом. Не просто, чтобы быть в тренде, а на самом деле потому, что такой яркий и вызывающий образ был тупо необходим для привлечения богатого мужика. Ну и последующего успешного замужества. А тогда это был топ-один приоритет, ибо повсюду транслировался или образ жизни успешной наследницы, или образ жизни богатой жены. Я люблю нефть! Любая, в общем-то, московская девушка всегда могла найти себе человека, который свозит ее в Париж, Милан. Там она заходила вдоль Чагабана, ей покупали все и сразу. Пока в России есть нефть, в Милане есть я! В те годы именно длинные блондинистые волосы максимально светлого оттенка или максимально длинные волосы темного-черного цвета были самыми востребованными и самыми модными. Образ именно такой девушки идеально подходил на тот момент к богатому молодому или не очень человеку. Собственно, светские дамы того времени идеально вписывались в этот образ, и вся поп-культура была направлена на распространение такого имиджа. Помните, я говорила про значение слова бимба? Так вот, в нулевые бимбы называли гламурных красоток, которых ничего, кроме внешности, денег и тусовок, не интересовало. Их образ буквально не мог никак стоять рядом с интеллектом или никак не относился к карьере. Такие люди ассоциировались только с тусовками. Но теперь это слово звучит как будто бы иначе. Не так ли? Кстати, фан-факт. 2007 год был объявлен годом бимба. Это потому, что Святая Троица того времени проживала свои не самые лучшие времена. Кто такая Святая Троица? Важные персоны. Это Линси Лохан, Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Так вот, Пэрис попадает в тюрьму в 2007 году. Линси, оказывается, безработной. А Бритни судится с бывшим мужем и вдобавок имеет проблемы с некоторыми не самыми лучшими штуками. Вот такой вот образ у бимба был в нулевых. Кстати говоря, между этими тремя в свое время были огромные конфликты. Даже, наверное, не столько у них, сколько у фанатов. Потому что было три стула, и вот обязательно нужно было выбрать свой стул и за него максимально топить. Так как я фанатела Пэрис, то, соответственно, я считала ее самой классной. Но срачи были, конечно, тогда очень знатные. Когда я видела их фоном, я офигевала. Хотя, честно говоря, я в них не особо участвовала, потому что меня куда больше интересовал срач. Кто круче? Гара или Саски? Спойлер. Не знаю, будет вам видно или нет. Так или иначе, все срачи строились вокруг того, кто из этой тусовки, по мнению уважаемой аудитории, более тупой и дурацкий. Но есть одно но. И сейчас на примере Пэрис Хилтон я расскажу вам, почему она была не типичной глупой блондинкой. Почему многие девушки, включая меня, так сильно хотели быть на нее похожими. Она умело монетизировала все, что ей нравилось, и буквально создала бренд на своей внешности и образе. Она запустила свою линейку одежды, косметики, парфюмы, одежды для животных, свои песни, фильмы, шоу. Ах да, кстати говоря, Пэрис Хилтон обожает собак. Помните тот самый тренд на то, что у девушки обязательно должна быть маленькая собачка? Так вот, во многом он появился из-за Пэрис. Собачек Пэрис любила с детства. Она наряжала их уже в свою тусовочную эру, даже брала на вечеринки. И еще у нее даже вышла книжка про ее любимую собачку. Она называлась дневника Тинкербелл Хилтон. Вот, дневник Тинкербелл Хилтон. У собачки была своя книжка. Давайте немного про моду. Что считалось в ту эпоху легендарным? И что, собственно, носила сама Пэрис? И что те модницы и актуальные модники, которые хотят прикоснуться к этой эстетике, добавляют сейчас? Блестящее мини-платье. Это просто культ. Когда Пэрис наделал такое на одно из празднований своего дня рождения, случился фурор. Да, она праздновала день рождения далеко не один раз. Но это платье она надевала несколько. И оно так сильно полюбилось многим селебрити, что стало трендом. Также очень важный элемент – это телефон раскладушки. Желательно в стразиках. Почти на всех фотках у корпорации Пэрис была именно с таким телефоном. И это стало очень популярным признаком гламура. И даже сейчас, когда девушки делают отсылки на образы нулевых, они очень часто используют смартфон в качестве атрибутики для фотографии. У меня, кстати, тоже такая фотка есть. Кстати говоря, Пэрис была одной из самых первых людей, кто использовал камеру на телефоне, чтобы делать селфи. Тогда еще не было селфи-камеры, поэтому люди делали фотографии вот так. Не уверена, что Пэрис была самым первым человеком в мире, кто до этого думался, но именно такой образ транслировался в СМИ. Еще одна любовь Пэрис Хилтон того времени, которая тоже стала культовой – это костюмы Джуси Кутюр. Недавно они тоже были популярны, и я думаю, что вы по соцсетям это прекрасно заметили, потому что очень многие знаменитости их носили. Короче говоря, вот хоть Пэрис и считаются тусовщицы, и вообще при чем здесь Пэрис Хилтон? А дело-то в том, что она просто что-то делала, это тут же становилось трендом, все это подхватывали, и на этом строился культ, культ всей этой беззаботной тусовочной жизни. Где, по сути, человек, который, да, что-то делал, но максимально осуждался за то, что он делал, его просто хотели видеть обычным базированным тусовщиком, который просто прожигает в своей жизни свои деньги. И отчасти, конечно же, да, она тусовалась, и, конечно, она пыталась идти наперекор своим родителям, потому что там была очень тяжелая история, мы к этому сейчас чуть-чуть позднее подокрадемся. Но смысл в том, что даже несмотря на то, что человек очень много влияния оказал в массовую индустрию, в индустрию моды и вообще всего образа жизни, никто серьезно это не воспринимал. И это на самом деле достаточно хреновая история, потому что все было нацелено только на праздный образ жизни и на потребление. Никто даже не хотел замечать усилия человека, можно как угодно относиться к тому, что человек пробует себя в музыке, или пробует себя в актерском искусстве, но когда человек не получает никакой поддержки, кроме оголотелых фанатов, которые все равно, прежде всего, видят в ней только образ вот этой вот розовой блондинки, это достаточно грустно. Разумеется, огромную роль сыграло тут богатство ее семьи, в которой она родилась, но известно, что в молодости она была лишена наследства из-за своих выходок, и условия жизни Пэрис были далеки от той глянцевой картинки, которую все наблюдали. Родители Пэрис Хилтон настолько сильно хотели вырастить из нее невероятно легендарную аристократку, что в один момент, когда она стала протестовать после этой системы, потому что она все живой человек со своими предпочтениями, а родители сделали то... Я даже не знаю, как это откомментировать. В одну ночь они сделали то, о чем Пэрис Хилтон до сих пор рассказывает со слезами на глазах, потому что это очень сильно травмировало ее психику. Родители подумали и решили, что нет ничего лучше, чем найти фейковых грабителей. Они заплатили неким людям, которые ночью ворвались в комнату, где спала Пэрис, и буквально похитили ее собственной же кровати, а далее отвезли в специальный лагерь для коррекции поведения у трудных детей. Вот эта вот блестящая монетка уже, в общем-то, не кажется такой блестящей. То самое стрёмное, человек все годы страдал, и только недавно она смогла открыться в публике, потому что в тот промежуток времени рассказать о какой-то своей слабине, о какой-то своей травме, это было равно тому, что ты неуспешен. И если сейчас как будто бы уже начинает нормализовываться любая история о том, которая тебя травмировала, то тогда рассказать о том, что вот, мои родители заплатили грабителем, чтобы меня ночью вывезли в какой-то лагерь, никто бы не посочувствовал. Было буквально неприлично рассказывать о своих проблемах, тем более, если ты публичная личность. И если бы тогда она рассказала про этот инцидент и о том, что он ее травмировал, а не отшутилась бы, то никто не воспринял бы ее серьезно, и уровень хейта к ней только бы повысился, как, в общем, к тем людям, которые пытались просить помощи. Всем известная история с Бритни Спирс, когда человек, будучи в настолько уничтоженном состоянии от вечного преследования папарацци, от вечного давления общества, просто начал ходить с ума, и никто ей не посочувствовал. Все говорили, так тебе и надо, ты же хотела быть публичной, получай публичность, это плоды, которые ты сама посеяла. Пожинай. Ладно, вернемся в наше время. Если в нулевые бимбо девушки имели такие ценности, жили в таком образе, в таком времени, и, в общем-то, самое важное было удачное замужество, то сейчас обозначение слова бимбо имеет уже совсем другой смысл. Собственно, сейчас бимбофикация и бимбо девушки это не про желание нравиться кому бы то ни было, быть клишированными девушками. В наше время это скорее супер ироничная тема для тех, кто обладает посторонней. Само слово бимбофикация появилось из-за мема, в котором девушка с книгой превращается в блондинку, в мини и на каблуках, у нее сделана грудь и сделаны губы. Если раньше бимбо считали не особо интеллектуальных девушек, которые выбирали глянцевые журналы и легкие сериалы вместо чего-то умного типа книжек, то в наше время быть осознанной бимбо восхитительно. Девушки начинают заигрывать со стереотипами, и бимбофикация считается классной иронией. Ну, не все ее, конечно, выкупают, но это уже другое. Короче, актуальный тренд на переосмысление образа бимбо это один из способов показать себя, и что все мы разные и сдолбали уже стереотипы о том, что внешность отражает твое нутро. Иногда ты просто хочешь выглядеть так, как хочешь выглядеть, и все, и ничего за этим не стоит, просто тебе это нравится. Кстати говоря, что вообще вы думаете сами про бимбо-хор? Для вас это кринжовая эстетика легкомысленности? Или, может быть, наоборот, вы присоединяетесь к тем, кто считает, что это высмеивание, стереотипы? Беломорная эстетика набирает свои обороты, но я надеюсь, что она будет набирать свои обороты только именно со стороны эстетики, но не со стороны образа жизни, потому что, как вы уже поняли, образ жизни там был весьма сомнительный и уж точно не шел на пользу многим девушкам, потому что огромное количество людей вышло из той эры с реально сломанной психикой, со сломанными судьбами. За всей вот этой вот глянцевой роскошью стояла невозможность высказаться о себе, стояла невозможность сказать буквально нет на многие вещи, потому что все общество давило на тебя таким образом, что ты должна быть просто гламурная, классная девчонка, желательно, чтобы ты была не супер-мега-умной, но это прям вообще в идеале, а если ты что-то как-то вроде как бы на человека похожа, то странно, очень странно. Кстати говоря, в то время очень сильно травили представителей субкультуры эмо, потому что эмо это производное слово emotional, то есть эмоциональный, и их постоянно высмеивали тем, что эти люди плачут, что вот им там что-то грустно бывает, в отличие от гламурной вот этой вот всей тусовки. И просто вдумайтесь, то есть субкультура как таковая никому не приносила особого дискомфорта, потому что они сидели, что-то там у себя делали, субкультурились, но вот эта вот гламурная праздная тусовка, потому что в основном именно вот эта вот категория людей на них наезжала больше всего, по крайней мере, в интернете, и наезжала за то, что ребята позволяли себе проявлять эмоции. Тогда проявлять эмоции не яркие, не какие-то веселые было отстойно. Если вам просто нравится внешний образ, если вам нравится эта эстетика, сейчас расскажу вам, как в ней выглядит максимально трушно. В одежде должно быть преимущественно яркие цвета, много страз, яркие украшения и все тому подобное. Популярные мини-юбки, топы, баркотные костюмы по типу Джуси Кутюр и джинсы на низкой посадке. Еще, кстати, на хайпе будут всякие топы с разными надписями. В макияже невероятный простор, учитывая, сколько сейчас продуктов косметических появилось, поэтому тут можно вообще любой стул выбирать. Если тебе нравится что-то более милое, это окей. Если тебе нужно что-то более яркое, это окей. И если тебе нравится что-то более грязное, это тоже окей, потому что все это прекрасно вписывается. Выбор большой, но самое главное делать то, что ты хочешь, и выглядеть, как ты хочешь. Поэтому я, пожалуй... Продолжение следует...